Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу снять небольшое видео о том, что же у меня в голове крутится, пока все вяжут носки для первого этапа нашего вязального марафона совместного. Вяжем за стеклом. Ну, во-первых, хочу сказать, что девочки, наверное, уже все понавязывали, потому что к тому моменту, как я уже увидела у Саши Тат готовые носки половину вторых, и вообще много у кого уже у девочек носки там наполовину связаны, или уже несколько даже есть пар, у меня на самом деле даже процесс не рыпался, потому что я знала, что мне нужно закончить свою работу одну. И поэтому я себе решила, что я не буду начинать сразу, а начну в понедельник, то есть вот со 2 мая я приступлю к носкам. Но в пятницу я благополучно закончила вышивку, отправила заказчику, и мне так уже захотелось скорее что-нибудь повязать, но все, что начато, это же совсем не то, надо что-то новенькое обязательно начать. Думаю, начну-ка я носки, вот хотя бы просто определюсь, из чего я буду вязать. И я, короче, поняла, что у меня нет пряжи. Оно не то, чтобы нету пряжи, но вот допустим, то, что есть, оно на самом деле не подходит ни по моим каким-то там вкусовым взглядам. Вязать носки 100% акрила я, во-первых, не хотела. Во-вторых, вязать какие-то там носки слишком толстой пряжи тоже как-то было, конечно, одна моделька, которая мне приглянулась, но она как-то быстро отпала. И поэтому я пыталась выбрать из запасов, потому что покупки у меня не ожидаются. Поэтому я решила залезть по столу, все знают, что у меня пряжа по столу, и посмотреть, что у меня есть. И я сейчас вам покажу то, что я уже успела помучить для того, чтобы свои носки начать. Ну, во-первых, начнем с того, что мне было очень тяжело определиться, кому я буду вязать носки. По одной простой причине, что я носки не вяжу, а дарить мне некому. И я бы с удовольствием создала носочки сыну или там молодому человеку, себе шерстяные носки или ажурные. Ну, не мое немножко это. И поэтому, чтобы не выходить из рамок правил проекта, я начала думать о каких-то тапочках домашних, потому что у меня нет тапочек. Я, в принципе, их тоже особо не ношу. И вот решила свяжу, и пусть будут на тот момент, на тот период, когда в доме уже нет отопления, а погода еще не радует там слишком своим теплом. Бывают такие периоды. Думаю, ну вот свяжу себе тапочки. И схватилась я в первую очередь вот за эту пряжу. Это пихорка народная, потому что она у меня лежит один моток, и вязать я из нее ничего не хочу, потому что я пробовала, что-то я из нее пробовала, не помню, но что-то я пробовала из нее вязать, мне не понравилось. И я решила, что я ее спущу на носки. Достала я спицы номер четыре, начала... Ну вот, смотрите. Начала вязать носки и поняла, что мне ничего не изменилось. Мне все равно не нравится из нее вязать, и поэтому здесь вот я провязала пару рядов резинки, и распустила. Потом я, значит, схватилась за вот эту пряжу. Это стопроцентный акрил. Я, конечно, и не хотела из него вязать. Ну вот. Ну вот, схватилась. Тоже тут вязала. На спицах на чулочных, на номер два с половиной. Советские у меня есть такие металлические. Может быть, я бы их связала, но у меня раздражали спицы. Они очень тяжелые, они постоянно выпадают, но это... Не знаю. Не хотелось мне лишнего стресса, поэтому тоже распустила. И идея ее эту закинула. Следующая идея у меня была связать тоненькие носочки, тепленькие, но уже с ажурным верхом. Я схватила вот эту пряжу. У меня тоже один моток. Потому что он там был последний. И опять же села на этих же железных спицах противных вязать резинку. И, конечно же, распустила, потому что... Ну, дерьмо спицы, по-другому не скажешь. Вот. Отложила. Потом схватила ореолу. Опять начала на тех же спицах мучать. Сижу и думаю, ну, чего я себя мучаю? Вот дело же не в ниточках, дело вот в этих голимых спицах. Их надо вообще просто выкинуть, чтобы у меня даже время на них не тратилось. Потом я, короче, поняла, что мне нужны спицы новые. Потом эту идею я сразу тоже отбросила, потому что на спицы, на покупке у меня отложена определенная сумма. И ее я уже, можно сказать, потратила. Я взяла ореолу в две нити. И начала вязать на спицах номер 4. А, блин, рыхловато. Так, ушла ореола, в сторону отложила. И последний мой выбор. Пал на вот эту пряжу. Олизала на голд плюс. У меня ее два мотка. И она у меня лежит без дела. Я не могу придумать, что из нее вязать. Ну, точнее, сильно я ничем не загорелась. И я решила, что я свяжу себе такие большие, мягкие тапочки домашние. И начала вязать. Но единственное, что там не пятка. Там нужно было вязать полотно такое одно. И потом уже собирать изделие иглой. И я этот тапочек уже практически связала. То есть, у меня там оставалось чуть больше, чем половина подошвы. Вязала я на спицах номер 5. И потом, что-то, что-то, короче, мне опять не понравилось. Я снова распустила. И теперь буду снова думать, куда делать эти два мотка. Села, задумалась. Что не хочу я вязать ни на четыре на спицах, ни на этих два с половиной советских. Хочу вот на тройке вязать. А на тройке у меня была шапка. Экстренно пересняла шапку на прямые спицы. И уже села вязать. А еще у меня была мысль. У меня есть остаточки. Лана Голд 800. От кардигана моего. Думала из нее связать несколько нитей, рябые. Но потом поняла, что не сильно я люблю рябые носки. И вообще рябую одежду я не очень люблю. И все. Ну, короче, у меня какой-то ступор напал. Я понимаю, что я, в принципе, не придумала, что я хочу, кому я хочу. И нитки не те, и спицы не те. И я вот что придумала. Мы лежали с ребенком, смотрели телевизор. И знаете, как есть такие всякие семейные фотки, где ножки все скрестят вместе. И мы лежим, и я вспоминаю, что у нас с сыном одинаковый размер ноги. И я решила, что я свяжу носки не женские, а такие унисекс, скажем. То есть, чтобы можно было и мне, и сыну носить. Я буду одевать где-то, может, когда ночью у меня холодно. Иногда у меня такое бывает. А он уж будет одевать в те дни, когда мне не холодно. Тем более, он все обижается, что ему ничего не связали до сих пор. Поэтому у меня будут носки на двоих, так сказать, семейные. И я схватила, у меня в остатках была моя любимая пряжа, Ализелана Голд Классик. Был моток почти что белого. Ну как моток? Здесь было грамм 70. И был синий. Вообще, то, что я в себе в голове представила, мне хотелось бы синий посветлее. Но уж что было. У меня была именно цель связать из того, что есть. Поэтому выбор мой остановился на вот этих вот двух, уже они и не моточки, на этой пряже. И спицами номер 3 я начала вязать свои носки. Почему я вообще приплела этот синий? Потому что я боялась, что мне этой вот одного моточка неполного на носки не хватит. Но носки я свои уже закончила. И покажу вам, конечно же, их в пятницу. И это были мои первые носки. И, в принципе, я осталась ими довольна. Особенно там есть такое местечко, где я сделала именно так, как я люблю в носках. Но это тоже секретик, потом расскажу. Так что, еще хотела сказать, что носки мне вязать понравилось. Ничего там сложного нет. И кто еще вот чего-то там колупает и не знает, как эту пяточку связать, у Олеси есть очень хороший мастер-класс по вязанию пятки бумеранга. Я связала девочке с первого раза. Там настолько все понятно объяснила она. И вторую пятку уже связала по памяти. То есть, все довольно там доступно. Вообще, не знаю, чего я боялась. Так что ссылочка и в инфобоксе, и на экране у вас будет на этот мастер-класс. Ну, а я с вами буду прощаться до пятницы. В пятницу будем делиться все своими носками. Как я уже говорила, будет носочный флешмоб. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok